Удаленные протоколы экспериментов с SCP-682. Выдержка из служебной записки. Научный сотрудник Савченко. Архив отдела кадров. Прошу прощения за задержку с переводом документа. Из зоны 19 было прислано два архива с документами для перевода вместо одного. Оба письма отправлены в одно и то же время. Сотрудник, который их высылал, утверждает, что отправлял только одно. Я попытался связаться с возможными авторами документов, но примерно в половине случаев никто не отвечает. Два сотрудника числятся погибшими при исполнении служебных обязанностей, а в остальных случаях мне отказались отвечать, сославшись на режим секретности. Перевел второй архив содержимой прилагаем к переводу с соответствующей пометкой. Объект SCP-285. Результат предварительного тестирования. Проведение невозможно. Результат тестирования. SCP-682 введен в зону проведения эксперимента. SCP-285 включен. Управляется доктором Кондраки. Через SCP-285 транслируется несколько песен, прерываемые оскорблениями и насмешками со стороны доктора Кондраки. В число песен входят Never Gonna Give You Up, Peanut Butter Jelly Time, несколько песен группы ABBA и техно-ремикс The Doom Song. SCP-682 не показывает какой-либо реакции, двигаясь кругами. Внезапно SCP-682 останавливается и несколько раз сильно бьет в стену, разделяющую его и доктора Кондраки. В стене, ограждающей зону эксперимента и зону персонала, появляется несколько угрожающих трещин и большой разлом. SCP-682 рычит в разлом 8 минут без перерыва. Доктор Кондраки изрыгает проклятие почти такое же в промежуток времени. Доктор Кондраки быстро покидает зону эксперимента вместе с SCP-285, продолжая грязно ругаться. Весь персонал предъявил жалобы на постоянные слуховые галлюцинации в виде нецезурных выражений, произносимых голосом SCP-682. Данный эффект продлился 4 месяца, в течение которых SCP-682 был перемещен в отдаленное место содержания. Информация была получена во время данной удаленной. Примечание. Доктору Кондраки больше не разрешено проводить самостоятельно утвержденные тесты. Заметка. Если честно, то в чем был план наскучить до смерти? Кроме наблюдения за верхним пределом ярости SCP-682 и временной эвакуацией зоны секречной, мы ничего не добились. Также Кондраки получил счет за разбившееся от рева этой твари стекло. Объект SCP-698. Результат предварительного тестирования. Образец ткани исчезает. Аналогично прошлым опытом с SCP-698. Результат тестирования засекречен. SCP-682 с помощью роботизированных манипуляторов поставлен перед объектом SCP-698. Затвор SCP-698 срабатывает и SCP-682 исчезает. В опытной лаборатории проведен обыск. Подтверждено прекращение существования SCP-682. Засекречено. Активизируется внедренное ПО для наблюдения удалено. В швейцарском филиале ЦЕРН агенты фонда прибывают на место примерно в Секречено. С целью сдерживания угроз, вызванных работой большого андроидного коллайдера. Из тоннеля Секречено появляется SCP-682 и устремляется прочь от детектора LHCB. Повторный захват SCP-682 осуществлен Секречено. Потери фонда засекречены человек. Потерь среди гражданских нет. Образец ткани появляется немножко позже и упала в каминную трубу. Прессе была выдана легенда про птицу, которая уронила кусок багета в трубу. Доктор А. Засекречено. Объект SCP-273. Результат предварительного тестирования. Образец ткани превратился в пепел. Результат тестирования. SCP-273 не дают еды 11 часов и 55 минут. После чего выпускают в камеру содержание SCP-682. SCP-682 кидается на SCP-273. Та пытается сбежать. Когда SCP-682 настигает ее, проявляется эффект голода SCP-273. SCP-682 претерпевает самовозгорание и долго горит. При этом SCP-682 продолжает атаковать SCP-273 и наносит ей смертельное ранение. Появляется эффект погребального костра и примерно 65% массы тела SCP-682 превращается в пепел. SCP-273 при этом сгорает целиком. В течение следующих 4 часов SCP-273 и SCP-282 регенерирует. Через 5 часов SCP-682 опять бросается на SCP-273. Опять наносит ей смертельное ранение и опять попадает под эффект погребального костра. На этот раз сгорает всего 30% массы тела SCP-682, в том числе вся кожа и сенсорные органы. Проверка лазером и напалмом в последующий период регенерации показала, что SCP-682 приобретает сопротивляемость высоким температурам. Оставшуюся часть опыта решено не проводить. Объект SCP-165. Результат предварительного тестирования. Стая проглотила образец. Результат тестирования. В камеру содержания SCP-682 сброшены полторы тонны SCP-165. SCP-682 начинает биться и топтать. Те же поедают его передние лапы. Потеряв примерно 15% массы тела, SCP-682 перестает двигаться. Он начинает нагреваться и быстро доходит до 1800 градусов Цельсия. Стая гибнет, а стены камеры плавятся. В течение последующих полутора часов температура тела SCP-682 остается высокой. Потом резко падает до нормального уровня. Расплавленная камера содержания заполняется серной кислотой. SCP-682 повторно захвачен. Через 5 часов ценой секречной жизни личного состава. Объекты SCP-363, SCP-517. Результаты предварительного тестирования неприменимы. Результат тестирования. SCP-517 помещает в камеру содержания ровно в полночь. SCP-517 активируется, после чего его накрывают покрывалом и увозят обратно. Бак с SCP-682 переносит на самый нижний этаж филиала. Таймер слива кислоты установлен на 1 час 30 минут. Подсвеченный бак с одной SCP-363 размещен в месте содержания SCP-682. Внутренняя подсветка должна включиться в 0 часов 10 минут. В 23.00 заранее объявлено полное закрытие зоны. Освещение выключается в 0 часов 10 минут. Видеонаблюдение показывает, как SCP-363 разрастается и двигается по темному подвалу, замечая пострадавшего SCP-682. Бак SCP-682 опустошается в 1 час 30, что позволяет ему вступить в бой с SCP-363. Как и ожидалось, в 1 час 43 появляется SCP-517-01 и нападает на SCP-682 в темной камере. В 2 часа 4 минуты SCP-363 брызгает на SCP-682 кислотным веществом, нанося при этом повреждения конечностям SCP-517-01. Тут же число конечностей SCP-517-01 утраивается. SCP-517-01 в течение следующих 30 минут уничтожает SCP-363, не прекращая при этом нападать на SCP-682. Претерпев множественные тупые травмы, SCP-682 выращивает шипастый панцирь сложной формы, нанося тем самым ущерб рукам SCP-517-01. SCP-682 начинает пожирать SCP-517-01, позволив ему разрастись к рассвету до примерно 150% от первоначального размера. На утро был произведен повторный захват SCP-682. Потери личного состава засекречено человек. Примечание. Опыт был проведен во время летнего солнцестояния, чтобы сократить до минимума время активности SCP-517-01. Объект SCP-034. Результат предварительного тестирования неприменима. Результат тестирования. С помощью SCP-034 от находящегося в коме D46-231 отрезали 10 квадратных сантиметров кожи. SCP-682 выпускают в камеру содержания и включают свет. Отрезанный кусок прижимают к правому боку SCP-682, который превращается в кривобокую копию D46-231. Входит боевой отряд, готовит оружие и кресло с зажимами. Отряд помещает SCP-682 на кресло, фиксирует зажимы. Превращенный SCP-682 начинает просыпаться, явно не понимая происходящего. Затем он подвергается обстрелу из 10 пулеметов М-134. 15 секунд подряд. Останки превращенного SCP-682 сжигаются из огнеметов другими бойцами отряда. В ту же секунду, когда обстрел из огнеметов прекращается, обгорелые останки SCP-682 начинают быстро регенерировать. Еще примерно через 8 секунд агенты засекречены и засекречены. Забрасывает SCP-682 лопатами в его бак с кислотой. Примечание. Интересно, что SCP-682 более спокойно воспринял межвидовую трансформацию, чем кто-либо в прошлых опытах. С SCP-034 обычно межвидовая трансформация гораздо более болезненна, и нам явно не стоило обрабатывать его из огнеметов, поскольку они сожгли кулачок кожи расходника. Объект SCP-342. Результат предварительного тестирования неприменима. Результат тестирования. Смотрите отчет об инциденте 682-DXNT. Объект Я. Результат предварительного тестирования неприменима. Примечание. Данный тест не имел цели уничтожения SCP-682. По нашим ожиданиям, содержание SCP-682, убежденного, что он-тостер, должен быть значительно проще. Результат тестирования. Была сооружена новая камера содержания для SCP-682, одна из стен которой была значительно более усилена. Я был помещен в нишу на этой стене. Также ко мне был приставлен дежурный сотрудник службы безопасности фонда, обязанной эвакуировать меня в случае, если SCP-682 впадет в ярость. Рядом с камерой содержания был установлен промышленный холодильник с секречно нарезанными батонами различного вида хлеба. Из разной муки на тот случай, если SCP-682 испытает тягу к хлебу. На случай, если ментальное состояние SCP-682 изменится раньше обычных двух месяцев, запас хлеба меняли на свежий каждые три дня. Через два месяца после перевода в новую камеру содержания, SCP-682 впал в ярость и начал громко требовать нарезанного хлеба. Объект нарушил условия содержания, после чего добрался до холодильника и съел все батоны до единого. После этого SCP-682 предпринял попытку к бегству, прицельно плюясь в сотрудников кусками хлеба, судя по всему, запеченными. Поражающее воздействие тостов оказалось высоким. Анализ найденных тостов и их обломков показали, что по составу они совершенно обычные. Большое количество тостов и обломков скормили сотрудникам класса D каким-либо отрицательных или аномальных эффектов не наблюдалось. Согласно реакции подопытных, тосты были вкуснейшие, идеально прожаренные и просто о ругательство. Тосты в жизни таких есть не доводилось. С момента повторного постановки на содержание SCP-682 не испытывает тяги хлебу и не проявляет признаков моего воздействия. Объект SCP-310 Результат предварительного тестирования Образец ткани сгорел до тла без происшествий Результат тестирования SCP-682 И пол испытательной камеры облили бензином Пол через особым образом сооруженное отверстие для поджига зажгли с помощью SCP-310 Пламя объяло всю камеру SCP-682 целиком SCP-682 издал громкий крик, после чего принялся изрыгать свои излюбленные ругательства и угрозы в адрес экспериментаторов На седьмой минуте эксперимента бензин сгорел практически весь Большая часть огней потухла SCP-682 по-прежнему горел На двадцать восьмой минуте SCP-682 внезапно перестал двигаться и разговаривать На тридцать девятой минуте отгорело примерно сорок процентов массы тела SCP-682 На спине и боках существа проступил твердый панцирь, который не поддавался огню На пятьдесят шестой минуте эксперимента отгорел вся оставшаяся плоть На полу лаборатории остался каменистый кокон длиной приблизительно три метра На сто тридцать второй минуте эксперимента кокон лопнул и открылся Внутри находился SCP-682, уменьшившийся примерно до примерно тридцати процентов от своего обычного объема Сразу же была предпринята повторная попытка, не увенчавшаяся, однако успехом Бензин горел на теле SCP-682, но плоть ящера не загарилась Объекты возвращены в камеры содержания Объект SCP-1128 Результат предварительного тестирования неприменима Результат тестирования С помощью синтезатора речи было озвучено описание внешности SCP-1128 В непосредственной близости от SCP-682 После этого камеры содержания SCP-682 затопили десятью тысячами литров воды SCP-1128 появилась, напала на SCP-682 и утащила его под воду Ввиду того, что SCP-1128 является информационной опасностью третьего класса Прямое наблюдение за его взаимодействием с SCP-682 не велось Системы распознавания образов сообщили о присутствии нескольких кусков биологического мусора Судя по всему, вырванных из SCP-682 частей Анализаторы химического состава воды показали Высокую концентрацию в ней удалено, удалено и удалено Эти вещества существуют только в жидкости Которые циркулируют в кровеносной системе SCP-682 А их синтез на данный момент невозможен На шестой минуте взаимодействия с SCP-1128 температура тела SCP-682 Скачкообразно повысилась до ориентировочно-засекречных градусов по Цельсию Вся вода в камере содержания мгновенно вскипела В результате парового взрыва погибли засекречных сотрудников SCP-1128 среди развалин найдено не было Дальнейшие погружения SCP-682 в воду не вызывают появления SCP-1128 Даже в тех случаях, когда описание SCP-1128 озвучивается SCP-682 повторно Объект SCP-259 Результат предварительного тестирования неприменимо Результат тестирования Было принято решение подвергнуть SCP-682 воздействию SCP-259 В условиях идентичных происшествию X-259-2 Ожидалось, что SCP-682 вместе с баком, где он содержится Затянет в портал в неизвестную область дальнего космоса Бак с SCP-682 был перебазирован в удаленном Где в радиусе 500 метров не было ни единой тростинки Или живого существа На складной экран перед баком было спроецировано изображение SCP-259 По неизвестным причинам изображение получилось искаженным Открывается портал, ведущий в глубокий космос А в данной удалены, в местность, похожую на данной удалены SCP-682 проревел домой И попытался вырваться из бака На той стороне показались 11 особей, похожих на SCP-682 Медленно приближавшихся к порталу Проектор выведен из строя И из строя с наблюдательного пункта Эксперимент прерван Портал закрылся до того, как особи с той стороны могли бы его пересечь SCP-682 возвращен в обычную камеру содержания Субтитры создавал DimaTorzok